Витебская область 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 за работу вахтовым методом в размере так называемых суточных 9 рублей. И работникам предоставляется жилое помещение на территории учреждения. Усяго у Витебской области 15 домов-интернату и 21 отделение круглосуточного находжения. У этих социальных установок проживают больше 4 тысячи пожилых и людей с инвалидностью. На дбалке за работу, паша складанной эпидемиологичной ситуации, персонал отрымая умайскую зарплату. Не больше 10 гостей и социальная дистанция. Додатковые меры по попереджении распаусюджывания коронавирусной инфекции закранули работу отдела УЗАГС. Отповедную постанову принял Совет министру Беларуси. Теперь колька запрошенных на урочистую церемонию регистрации шлюбу альбона роджения дитя не повинна перевышать 10 человек. Рашения у каждым конкретным выпадку проймают супрасовники отдела ЗАГС. Как працуют залы урочистых обрадов перед пандемией, доведались наши корреспонденты. Радости сегодняшнего дня для Германа Сячко и Катярыны Некрашевич не сапсуют ни маски, ни вымушенная социальная дистанция, ни огульная ситуация с пандемией коронавируса. Молодые люди подают заяву на урочистую регистрацию шлюбу. Дату выбрали в Осинскую. Спадяются, что эпидемиологичная ситуация нормализуется. И веселье можно будет значить шумно. Кабьяно и пела, и скакала. Планируем на сентябрь. Скорее всего, вся эта пандемия закончится. Надеемся, по крайней мере. Надеемся на это. И что уже можно будет более 10 человек приглашать. На самоотверждательную регистрацию мы не будем много звать. Ну, и не планировали, в принципе. Я думаю, как раз в пределах там 10 будет. График урочистых регистраций шлюбы у центральном отделе ЗАГС Витебска за уседы расписаны на некольки месяцев. В оси сенья свободных дат на Жнивень самый весельный месяц уже нема. Правда, у сеньяшней эпидемиологичной ситуации здарается, что молодые просят перенести урочистость на наступный год. Однако таких немного. У целом же колькость веселья у сё лето повеличилась. Хотя у работу ЗАГСа вирус унес свои коррективы. Теперь парам рекомендуют запрошать на церемонию минимум гостей. Не больше за 10 человек. Литерально на днях такие нормы законодавча замоцевала постанова Совета Министров. Торжественная регистрация брака, рождение детей в отделе ЗАГС возможно в присутствии не более 10 человек. Это уже ограничивающее количество. Но, тем не менее, каждый отдел ЗАГС, вероятно, исходя из площади, которая занимает отдел ЗАГС, зал торжественных обрядов, потом из количества пар, которые в день запланированы зарегистрировать брак для того, чтобы всё-таки соблюдать эти санитарно-эпидемиологические нормы, каждый отдел ЗАГС вправе устанавливать в этих границах свои такие нормы, которые по приглашению гостей. А пошним часом в зале урочистых обрядов гостей просить утрымливать социальную дистанцию, а людей с симптомами простуды и в уголе устрыматься от наведывания ЗАГСау. И хотя большаясть запрошенных на регистрацию шлюбов теперь приходят сюда у масках, первый танец молодых и их весельный поцелунок з урочистого сценарию не выкраслены. Такие традиции. Вольхаш Маргун, Александр Рындзин, Новины, Витебск. Заветау да фристайлистов и доведовался, я кладется тренировочный процесс, и чему лыжи тут не галонная дисциплина. Батуты, гимнастичный настил и спортивные тренажёры. Для будущих фристайлистов зараз гэта галонные снарады. Майстр спорта международного класса по скачках на грабатышной дорожце Артур Перфиле укажет, что, как стать заправдным фристайлистом, треба пройти долгий шлях, и он займая не один год тренировок. Первые два года – это углубленное изучение, во-первых, первых самых простых упражнений, какие-то кувырки, колёса, стоечки, растяжка обязательных. Очень серьёзное внимание уделяем физической подготовке, потому что это очень важно, чтобы ребёнок был крепким. Затем уже с третьего года мы начинаем тренировать их по горным лыжам, и далее уже при сдаче определённых этапов на батуте, на прыжках на дорожке и комбинация на горных лыжах, ребёнка уже можно допустить на прыжки на лыжах в воду. Дельмискладана – олимпийская дисциплина. На каждом этапе со спортсменом повинен працовать в опытный наставник. У Динамовской школы имкнутся собрать коллектив профессионалов. У спортивной зали працуют те, чьи имена были на слуху не только в Беларуси, а и во всем свете. Майстеры спорта международного класса по скачках на батуте и акробатичной дорожце Светлана Макшторова и Андрея Кабишев цепер рыхтуют будущих летающих лыжников. Если мягко начинать тренировать, ни одного спортсмена не выйдет. Тут надо жёстко, чтобы они слушали, чтобы они понимали, что это не просто спорт, а дисциплина. Характер должен проявляться. Что-то даётся легче, что-то тяжелее, где-то подсказывает своего опыта. Конечно, все дети разноплановые, каждому надо свой подход. Стремимся находить общий язык, чтобы они всё-таки доносить до них нужную информацию, чтобы не было травм, чтобы всё получалось, чтобы они боялись. Это очень важно, на самом деле, в данном виде спорта. Не глядячи на то, что областные центры «Форестайл» начали развивать только два года тому, в школе есть кандидаты на удел в республиканских турнирах. Серватых – восьмиклассник 41-й середней школы Витебска Дмитрий Абаленцев. Хлопец признается, что не всё одразу отрымливался. Первое время трудно было, сейчас, в принципе, трудно, но как-то легче. Я выезжал на соревнования на воду в Минск и в Гомель. Минулая малоснежная зима вельми расчарывала фристалистов. На горной трассе у Руби для их занятков перепрофиловали схил, зарабили пляцовку для трамплина, усталевали другий подъёмник. А пробовать у всех это спортсмены и тренеры марать у наступным зимовым сезоні, заразумела, при наявності вяликих гурбов снегу. Сергей Місурагин, Станислав Дудин, Новины Витебска. Выпуск новинок этим завершен. Я с вами развитваюся. Приемного отпачинку вечера. У ближайшие сутки по в области чекается пираменная в облачность, первоважно без опадков. Ветер по вночному сходу 4-9 метров за секунду. Температура по ветру ночью плюс 6, плюс 10, днём плюс 18, плюс 22. У Витебска чекается пираменная в облачность, без истотных опадков. Ветер по вночному сходу 4-9 метров за секунду. Температура по ветру ночью плюс 7, плюс 9, днём плюс 20, плюс 22.